Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды мы забираем за лигу мастеров, отлично, но я больше уверен, что меня сейчас уже опять сбросили. Так, заберем с вами бесплатно колоду, посмотрим кто у нас там, паукус, да? Точно, именно он. Тоже неплохо, ребят, нужно выполнить все задания, так, поднять уровень персонажа и сразиться в трех боях в сложенном режиме. Мне осталось два боя сделать, так что давайте приступим, пожалуй. Так, Мондагека я, по-моему, уже искал. Кстати, ребят, в железной голове я прокачал навык поджог до шестой ступени, это хорошо, это очень хорошо. И давайте посмотрим, чего нам не хватает дальше. Я хотел Зэку прокачать навык вот этот, Восхищение, но мне не хватает, насколько я помню, именно Мутагена, да? Или хватает? А, хватает, все, ребят, давайте до шестой ступени, потому что это наш основной удар, вы знаете, что я именно им пользуюсь. Так, и хотелось бы, наверное, прокачать вот это. Насколько мы знаем, лазерный Тамагавк вешает на противника тишину, Саленс, то есть он не сможет применять свои способности. Ну и потом, конечно, надо будет удар в танцы прокачать. Давай-ка глянем, сколько... Ой, здесь очень много нам нужно. А, вот здесь, вот здесь, кстати, можно. Давайте-ка мы с вами попробуем найти. Так, что-то как-то не особо хорошо. Нам нужны 3D-очки. Ну давай, давай, давай. Да что ты будешь делать? Не дают и все, а? А может быть здесь дадут? Шансов мало, очень мало. Во, 3D-очки мы с вами нашли. Так, погоди-ка. И нужно нам найти еще 5 пультов. 5 пультов. Ладно, хорошо, давайте попробуем быстренько с вами найти данные Крэнгов. Это совсем не то, что нам нужно. Нам нужно с вами 5 пультов. Ну, с ними, как всегда, ребята. О, один нашли. Это уже крутенько. Второй. Остается 3. У нас, надеюсь, пиццы хватит на все это дело. Хотелось бы. Так, третий. Еще остается 2 пульта. Все, последний находим и будет нам счастье. Замечательно. Очень даже хорошо, ребята. А нам хватит мутагена. Нет, нам нужно 7500, а у меня всего лишь 1843. Но все равно, в любом случае, мы поднимем на пятую ступень. Так, переходим с вами на ареночку. Так, на аренку. Здесь я весь мутаген уже нашел, поэтому сюда можно даже не заглядывать. Нет, ребята, я еще до сих пор в Лиге Мастеров. Правда, 97 ранг уже близок к тому, чтобы меня отсюда сбросили. И посмотрим, заодно произошел ли у меня откат. Кстати, когда, ребята, я проходил, я думал, что эта серия выйдет вчера. Но не получилось. Поэтому приходится мне вот сегодня с утречка перед работой, как говорится, записывать вот этот видосик. Смотрим. 65-е уровни, да? 67-й Микеланджело. Это, кстати, плохо, что он 67-го. Я надеюсь, у него не полная прокачка, не фулка. Берем, значит, здесь мы с вами Паукуса. Возьмем Змейка Вьюна, Рахзара. Возьму, наверное, Зека. И хотелось бы, конечно, мне взять Лео. У меня всего 4 отката. Этого мало. Как думаете, пробьют? Я думаю, что смогут они, наверное, пробить. В данном случае даже Паукус, бедный, может пострадать. Поэтому мы сделаем, наверное, с вами немножко по-другому. Я возьму Майки и возьму Бакстера Стокмана. Вот таким вот образом. Попробуем. Хотя, мне кажется, без откатов здесь нам не обойтись. Подожди, я... Я взял 4 героя себе за... Ой, елки ты, палки. Вот она, ребята. Поспешишь и людей насмешишь. 4 героя я взял с собой в битву. Ну... Ай, господи. Лопухнулся. Ладно, ребята, давайте брать провокацию на Рахзара. Ну, видите, он тоже применяет уклонение. И сейчас посмотрим, кстати, как будет... Так, мои удары проходят, да? А посмотрим, проходят ли удары у него. Ну, в данный момент он пока не бьет. Мимо. Так, Крис. Ага, Крис делает дополнительную защиту на себя. Так, булыжник. Ну, булыжником он попал. Как ни странно. Ну что, наверное, давайте попробуем Криса убрать отсюда, да? С полевой. И у нас это удается. Теперь будем делать выстрел. Наверное, давайте Донателло уберем. Бумс, отлично. Теперь, я думаю, что Рокстеди. Ой-ой-ой. Погоди-ка, ребята. Какой-то вот нежданчик сейчас получился в данный момент. Потому что Рокстеди должен был упасть. Почему он не упал, я не понимаю пока. Ну... Ага, у нас есть маузеры. Давайте выпустим, посмотрим, сколько они получат урона. Да ладно тебе. Эти вообще невозмутимые, да? Хорошо, а если вот так сделаем? Мимо. Ну, давай тогда вот так вот. Это что за удар такой был слабенький? Так, сейчас локтем приголубит кого-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, нет. Зашибись. Рахзарчик у нас погиб. И у меня остается три персонажа. Ребята, я здесь лопухнулся на самом деле. И я взял в компанию к себе четыре бойца. Вместо пятерых. Ну, где это видно было, а? Вот так вот лопухнуться. Как же так вышло. Да, мы, конечно, здесь победили. Но я, грубо говоря, лопухнулся. Мы получим с вами неполный бонус. Это во-первых. Во-вторых, я использовал своих топовых персонажей. Да? Для чего? Для того, чтобы подняться всего лишь на... На пять ступенек. Ступенек, зашибись. Ладно, здесь мы с вами заберем. И поднять уровень персонажа. Кстати, я это и не сделал. Давайте-ка мы глянем, кого нам нужно... Можно поднять. У нас две тысячи всего лишь с половиной мутагены. Соответственно, нам... Можно лишь какого-нибудь маленького, слабенького... Прапать. Ну, давай будет Донателла Космос. Вот, всего лишь семьсот. Мутагены требуются для апчика. И забираем остатки роскоши. Вот так это все выглядит. Ну что, продолжаем. Продолжаем с вами арену. Я думаю, что, наверное, у нас еще максимально два боя пройдет. Так, 59-61 уровень здесь максимальный. Возьмем вот такую командочку мы с вами. И даже... Даже железноголовый здесь будет у нас присутствовать. Слушай, я, по идее, должен держать инициативу сейчас на высоте. Но, опять же, не факт. Бросаем паутинку. Ой, слабенько. Хорошо, давай попробуем так сделать. Змейка вину, не подведи, родной. Так, пониженная атака, пониженная атака. У них хиллер это Лео. Тогда бомбим. Я думаю, что должны посыпаться сейчас они. И остается лишь рук, кстати. Давайте его просто кусанем. Да, ребята, здесь на изи. Здесь все хорошо. Они даже не успели пикнуть у нас. И мы с вами проходим дальше. Заодно посмотрим. Наверное, сейчас будет где-то 80-я позиция. Ну, 81-я. Ну, в принципе, ожидаемо. Так, 65-й, 60-й. Ой, здесь уже 70-ники пошли. Поэтому я, наверное, буду брать... Ну, вот, Файзу. А что поделаешь? Что, ребята, здесь поделаешь? Да, ничего. Возьму Рафаэля. Возьму... Так, массовики-затейники есть? Есть. Здесь Донателло. Здесь Рафаэль. Я знаю прекрасно их не штучки-дрючки. Поэтому рисковать не будем. А сделаем вот так. Крис Брэдфорд опять у нас не в удел. Да? Опять он там остался один-одинешенек. И я даже не знаю, как его применить. Хотя, в принципе, мы можем с вами потратить два отката и сделать еще один очередной бой. Я, наверное, так и сделаю. Все равно скоро неделя заканчивается. А точнее, уже завтра. Давай-ка кунайчиками бросим. Ох, шикарно, Донни. Донни, Донни. Давай-ка вот так тебя попробуем пробить. Замечательно. Змея-карай пробивает своими лапками змеями. Донни и мы, ребят, с вами повышаемся. Надеюсь, за то время, что я буду работать, а за 12 часов меня не сбросят с моего пьедестала. И мы с вами перейдем. Все-таки на следующей неделе. С хорошим показателем. И, соответственно, мы получим с вами золотых осколков и платину для того, чтобы смогли прапать. Единственная проблема, которая у меня сейчас остается в данный момент, это нехватка не мутагена даже, а сюрикена. Там, по-моему, 10 тысяч нужно, а у меня всего лишь 6. Или даже 5. Нужно будет подкопить. Но это тяжело сделать. Ну что, у нас остается последний бой. Опять Мухаммед у нас здесь, да? У нас хуе. И Исман или Усман. Кого бы взять, кого бы взять. Они практически все одинаковые, но почему-то вот Мухаммед Али назвался же тоже. Мне кажется, он будет слабее. Причем у него команда такая, смотрите, два Лео, два Майки и Бибов. Хм. Я все-таки рискнул. Я возьму Леонарда, я возьму Зека, возьму Криса Брэдфорда. Твою же налево, что же нам сделать? Хорошо, хорошо. Последний откат, но, понимаешь, если я сейчас возьму... Ладно, я возьму. Нет, 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 нет. Или да. Хотелось бы Дони, конечно. Хм. Но понимаешь, в чем дело? Что Дони 52 уровня, я боюсь, его пробьют. Тут хватает Олхов, которые на это способны. Поэтому давай попробуем так сделать. Естественно, бомбочка. Замедление прошло на троих. Это не очень хороший показатель. Но я думаю, что Леонардо здесь сейчас упадет. Ты посмотри, как красиво они упали. Даже я такого не ждал. Ладно, ребята, это был у нас последний бой в лиге. Я думаю, 70-ю позицию мы с вами займем. И какую 70-ю? Мы уже на 69-й. Давай-ка 50-ю мне. 57-я. А прикиньте, если мы с вами поднажмем и выберемся в Лигу Мастеров. Но это будет уже накануне конца недели. Я попробую, ребят. Но у меня нет откатов. Единственный вариант это покупать их за баксы. А за баксы сколько у нас тут получится, например? Ох, если бы у меня было бы 70 откатов. Ох, ребятушки, мы бы с вами бустанули. Обалдеть как. 70 откатов. Ну и ценник, конечно, да? 1750 баксов. Это немало. А за 2000 баксов 100 откатов. Слушай, может быть, нам есть смысл копить 2000 долларов, чтобы даже с такими вот, ребят, откатами мы могли бы, наверное, в Лигу Мастеров 3 звезды пройти. То есть на фулочку. Я, кстати, задумаюсь над этим вопросом и попробую его в ближайшее время реализовать. Естественно, не донача, не вкладывая сюда реальных денег. Так, ну что, давайте зайдем с вами в магазин. У нас, кстати, с вами накопилось... Вот, смотрите, кстати. Мутагены... Ой, сюрикенов у меня 6855. То есть маловато. Ну и, слава богу, здесь тратить не на что. А вот по монеткам у нас все хорошо. У нас 182 монетки, поэтому мы с вами забираем ДНК на Армагошу. Да? 91 ДНК. То есть, ребята, нам еще нужно будет сделать 3 покупки по 3 ДНК. Как раз 9 штучек будет. И, слушай, ну монетки, слава богу, купятся быстро, да? Смотрите, у меня 82 монетки еще остается. То есть... Сколько тут надо? 18 монеток. Мы еще с вами сразу приобретаем 3. Это будет 94 ДНК. Короче, Армагоша у нас скоро с вами прапается. И я думаю, что вы будете рады, потому что многие писали, что Армагончик вам нравится. Мне, в принципе, он тоже нравится. Он получит, ребята, пятую звезду. Соответственно, потом он уже перейти в Платину. У него откроется последняя ульта, да? Бросок астероида или как это там называется. Так, ну а теперь самое интересное. Мне подписчик один написал, Рэй, а где у тебя задание, которое ты не прошел? А я думаю, какое задание я не прошел? Вроде бы все проходил. И на самом деле, живи долго и играючи у нас с вами не пройдено. А я-то думаю, что все у нас хорошо. Поэтому приступаем. Спасибо ему за внимательность. Так, у нас эпизод второй, ребята. И здесь у нас ДНК на Пиццелитцева. Тем более, как вы видите, команда имба. Ей мы сейчас с вами очень далеко можем пройти. Единственное, что у нас, опять же, с сыром проблема. Я вчера, опять же, пробовал найти ДНК на Сплинтера. И как назло, не... А, нет, вру, вру, ребят. В самой последней этой главе, да? В самой последней главе, которая у нас пройдена на 3 звезды, я вытащил, по-моему, там 4 или 3 ДНК сразу же. И все. А потом уже, мне, как говорится, козырь в руку не шел, и я ничего не мог найти. Ну да ладно. Так, ну что, здесь все на изи, да? Вы сами понимаете, тут 20-25 уровни. Они будут падать, как листики осенью поздней. Или как мягкий пушистый снежок. Ну что же, а мы с вами переходим на следующий эпизодик. Так, Пиццелитцы ДНК у нас появляется. Крип. Кстати, знаете, в чем прелесть того, что мы с вами находим вот эти вот ДНК? Да, я раньше говорил, что они у меня есть, они мне не нужны. На самом деле, они очень даже нужны. И для чего? Для того, чтобы их можно было перерабатывать в те же самые, ребята, сюрикены. Как говорится, игровую валюту, за которую мы с вами потом и апаем наших персонажей. Многие вопросы задавали также, как быстро найти героев или как их прокачивать. Ну, я что могу по этому поводу сказать? Ребят, вы просто можете посмотреть самые начальные мои видосики, самые первые видосики по черепашкам Ниндзя Легенды. И там все прекрасно увидите. Ведь я же начинал с нуля. Я так же, как и вы, когда-то в первый раз начал на нее играть. Соответственно, у меня никаких не было персонажей. И все-все это потихоньку-потихоньку у меня прибавлялось. Никогда не донатил в эту игру все своими силами. Так что смотрите и учитесь, в принципе. Вот вам мой совет. А если я сейчас буду вам объяснять, как, кого, где брать, на каких испытаниях, ну, это можно убить, наверное, несколько часов эфира. Так, ну, а пока, ребята, у нас сороковые уровни. И мы с вами этих партизанов, естественно, будем уничтожать. Причем довольно легко. Четыре волны. Переходим на вторую. Здесь у нас грибочки. Рыцари какие-то непутевые. Ну, все это для нас, ребята, абсолютная мелочь. Всех разносим в пух и прах. Третья волна. Кожеголовый. Рафаэль. Бакстер Муха. Я не могу понять. И вот одного. Я понимаю, хиллер хиллером, да? Бакстер Муха, там, кто у нас? Кирби. Эйприл. Хиллеры. Но почему они не могут хотя бы быть полубоевиками? Хотя бы умеренный урон делать? У них вообще никчемный. Понимаете? И вот это меня раздражает. То есть нам приходится брать в команду, да? Например, ту же самую Эйприл. Зная заведомо, что она ничего существенного врагам сделать не сможет. Вот я понимаю, Леонардо. Он у нас и хиллер, да? Он же у нас и боевик. Вообще по красоте. Микеланджело. То же самое. И хилит. И бомбит. Но от Эйприл. Кирби. И Бакстера Мухи. Я вообще принципиально не вижу, ребят, никакого эффекта. Так, ну что. Переходим на эпизод пятый. И у нас тут с вами разыгрываться будет Рафаэль. И, конечно, поехали жарить их всех. Пятидесятый уровень у нас здесь на пути. И я думаю, опять же, никаких проблем у нас здесь не должно возникнуть. Абсолютно. Мы проходим с вами этот уровень. Потом, по-моему, следующий. И опять же, нам встречается босс. Босс, кстати, чем-то похож на кожеголового. Только на голову он себе надел какую-то маску. Видимо, для того, чтобы его не узнали. Но это глупо на самом деле. Потому что по структуре тела ты никак не спутаешь, что это, ребят, не крокодил. Ты же не можешь назвать его. Эта птичка прилетела в банк. Так, ну что. Давайте добомбим их. Так, Майки делает ульту. Молодец, красава. И третья волна у нас здесь. Скелетики. Мутант Белка. Смотрите, уже почему-то у нас немножко сложнее происходит все это дело. С первого удара они не падают. Ну, Мутант Белка падает. Ага. Значит, Раф и, как говорится, Железноголовые по красоте бомбят их просто на ура. Так, а здесь у нас Крысиный Король. Микки Ролевик уже упал. Ролевик. Микки Ролевик. И Рафаэль, да? Ролевик. Сейчас, ну, хорош, хорош, хорош. Успокойся, парень. Это, ребята, у него месть. Месть он поставил себе. Не знаю, пригодится ли она. Нет. Даже не успел ей воспользоваться. Ну, что же, по красоте мы с вами довольно легко идем. Забираем очередной ДНК. Так, Рафаэль Ролевой. Две штучки, кстати, нам дают. Слушай-ка, мне бы пригодилось бы и Майки Ролевик, и Донни Ролевик. Кстати, тоже неплохой. Кстати, Донни Ролевик, он у нас тоже хилер, но он, ребята, боевой маг. Я бы так его прозвал. Причем довольно неплохой. Массовые атаки у него есть, да? Все, как говорится, то, что нужно нам. Так, здесь у нас один рыцарь и два скелетика. Они у нас 60-го уровня. То есть, ребята, ну, уже практически на пределе, но еще поиграем маленечко. Я думаю, что все-таки мы Ролевого Донни с вами получим. А может быть и нет. В любом случае, я могу взять, знаете, кого себе в команду? Бакстера Стокманова с двумя боевыми волнами. Да? Две ульты, причем довольно хорошие. Так, Майки, ты не уложишь ведь так? Естественно, не хватило ему мощей. Кстати, его нужно прокачать до 80-го уровня. Смотрите, у него ни туда, ни сюда. Кстати, и Железноголовый тоже имеет 76-й. Как бы до 80-го их прокачать. И Зэк 75-го уровня. Что-то как-то не Айс. Это смотрится некрасиво, ребят, на самом деле. Они уже должны быть давным-давно 90-ми. Но они даже еще 80-го уровня не имеют. Так что надо будет это дело исправлять, я думаю. И в то же время, вы пишите мне все Рэй прокачиваем слабеньких персонажей. Вот хоть разорвись. Нет такого, ребята, здесь фарма Мотагена, где бы я мог тысячами его просто так на халяву зарабатывать. Нет такого. Донатить, да ну его, как говорится, козевтречину. Не хочу я донатить. Ну, ребята, на самом деле, игра, если вот кто-то хочет быстро, все и легко, пускай скачивает взломку. Но я думаю, что это как бы неинтересно. У тебя все есть. И смысл теряется сразу же в игре на 90%. Остальные 10% тебе просто интересно, что умеет делать каждый персонаж и против кого он хороший. Вот и все. У меня же все наоборот, ребята. Приходится пыхтеть, за каждое ДНК болеть. Все это как-то стараться выбивать, все события посещать. Возможно, многим людям это как бы приедается. Возможно, мне тоже приедается. Но я ничего сделать не могу, ребят. За каждую хорошую попытку или за каждый прокачанный персонаж приходится это делать. Нравится тебе это или нет. Так, вот здесь у нас будет опять же босс. Он 75 уровня. Это, ребята, уже предел. Потому что в данный момент у меня зэк имеет 75 уровень. Но я думаю, что боссера вряд ли что-то нам здесь сделает. Хотя, радоваться рано. И спешить вперед паровоза тоже никогда не стоит. Так, пока все по красоте идет. Они промахиваются. Это уже плюс. Здесь будет 5 волн. В данный момент мы на второй. Здесь у нас рыцари и скелетики. Вот зачем он это сделал, я в данный момент вообще не понимаю. Почему он взял провокацию? Мы могли бы и так их бомбануть. Кстати, а мы из-за прохождения получаем с вами? Мутаген. Мне нужен, ребята, мутаген. 7000, да, по-моему, с лишним. Для того, чтобы прапать зэку скилл. И скилл, кстати, неплохой, да? Удар в танце называется. Так, ну что, переходим с вами на третью волну. Здесь одни скелетики. А дальше уже пойдет, наверное, основная, ребята, компашка. Компашка героев. Так, смотри-ка, как классненько. Вот майки все-таки по атаке слабоват. Что бы вы мне ни говорили, по атаке он слабоват. И вот уклонение у него тоже, опять, хромает. Так, ну что же, четвертая волна. Ну да, вот здесь у нас все ролевики собрались в кучку. Ого. Ого. Так, вертушка. Ну, в принципе, неплохо, неплохо ты задумал. Единственная проблема то, что сейчас будет босс. И если мы сейчас потратим все наши удары, суперудары, да? Как мы будем его-то бомбить? Так, да хорош ты, Донни. Хиляться он решил. Но он мне нравится, на самом деле. Вот этот Донателло, да, ролевой, который играет мага. Он хорош, на самом деле. Он и как боевик, у него есть массовые атаки. И еще хил. И хил, причем, довольно неплохой. Ну, зачем ты это сделал, Зэк? Ну, елки-то, ты использовал замедлялку. Ой, ладно. Фиг с ним. Ну, пробьете, пробили. Ну что, вот опять у нас здесь... Мне только хочется знать. Это кожа... Нет, ну, по-моему, это все-таки кожеголовый, ребят. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но уж очень сильно он похож на него. Так. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Дай-ка я сам сыграю. Потому что у Зэка здесь совсем все плохо, на самом деле. Очень плохо. У него очень мало здоровья. Так, у нас уклонение стоит, да? Хильнуться еще. Пока не будем. Я надеюсь, что он Зэка не уложит. Так, секундочку. Мы можем опять взять провокацию. А если я сделаю поджог? Шестая ступень все-таки. О, сработало. Так, теперь выстрел. Дыч. Так. А, провокации у нас нет. Давай тогда попробуем так. Вот, апперкотиком его. Хоба! Воу! Ребята, его убил постепенный урон. Поэтому все. Он отдуплился. Ну, а мы с вами, естественно... Я вот не знаю, будем ли мы проходить и сможем ли. Вот для меня это остается большим вопросом. Следующий уровень. Затащим или нет? Как думаете? А следующий уровень у нас последний, где будет разыгрываться кожеголовый, причем две ДНК. Ну, кто там опять стучит? Кто там опять затеял ремонт? А, мы в любом случае не сможем, потому что, ребята, у нас не хватает сыра. Сыра нету. Видите, две штучки всего лишь осталось, а здесь нужно десять. Ну, согласитесь, неплохо бомбанули. Донателло, все дела. По две ДНК, как с куста. Даже ролевик. Да. Все-таки неплохо. Я думаю, ребята. Так, теперь хотелось бы кое-что глянуть. Нет, не хватает, ребята. Все равно пять с половиной тысяч у нас мутагена, а на прокачку навыка нужно в плане. В плане? Я не туда, что ли, смотрел все это время? Конечно, прокачиваю, ребята. До пятой ступени. А что же я тогда смотрел? Что там такой ценник мне показали? Так, здесь, ребята, обмениваем. Здесь обмениваем. Так, у нас еще... Ага, вот здесь у паукуса. Давайте, ребята, обмениваем. Нам нужно много сюрикенов. Бакстер. Муха тоже идет в топку. Кто же еще у нас тут с вами? О, у Рокстеди. Можно прокачать, ребята, скилл. Опять у меня, друзья, какие-то проблемы с интернет-соединением. И я хотел время бросать камни. Прокачиваем. А, мы даже можем еще и вот этот вот прокачать, да? Рабочий и крестьянка. Ну и название, если честно. Как же ты меня, стукачок, достал уже. А там, стучать. Запарил. В тот момент, как начинаешь снимать видосик, начинаются всякие тут ремонты или еще что-нибудь. Так, у Крипа мы с вами меняем. 70 сюриков еще зарабатываем. И Пиццилицы. Да-да-да, именно он. 35 сюриков еще сверху. Так, а у Бибобчика мы можем прокачать навык. Хорошо, давайте сделаем. Это у нас пузо со спагетти. Ха, это пассивка, ребят. Пассивочка. До второй ступеньки прокачали. Ну и вроде бы все пока. Ну что, увидимся с вами тогда, наверное, завтра в следующей серии. Продолжим играть. Надеюсь, мы сможем выбиться, хотя я немножко сомневаюсь, в лигу мастеров. Две звезды. Ну и одна звезда тоже пойдет. Так что, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok